Я знаю случаи, вот даже отсюда, здесь, конечно, ходит ребенок в школу, отметки по родному языку плохие. Ему дома говорят, слушай, ну как так, ты по нашему языку это сомнев. И вы знаете, ребенок говорит, а он мне не нравится. Видите, как работала система? Чего нам сейчас удивляться, что поддерживают страну-агрессоры. Но это семена. У нас колхозное мышление до сих пор. Колхозов давно нет, а мышление колхозное осталось. Василий Малчев, есть директор Музеулы для истории и студиеры от Синутулыдин, Урашул Вулканищ. Есть гагаус деэтния, любит лимба и культура са, но не только. Резвои в Украину ла ла лат пенепрегатит. Ла симптит очень близко, когда обузы русские убежали только на 20 километре дистанте от Вулканища. С-а revoltат, когда увидел как много гагауси, алекса и ампарте агрессору. В этом материале мы говорим о истории, лимбе, уманитете, дезамагире, но и потерея для того, чтобы остаться самим, там, где многие не хотят сделать это. Я уроженец города Вулканища, ранее это было ПГТ Вулканища, то есть поселок городского типа. Я вырос в гагаусской семье. Я хочу вам сказать, что очень благодарен родителям, что они дома говорили со мной на родном языке. Вот именно из-за этого я сейчас очень хорошо знаю свой родной язык, гагаусский язык, владею с ним. Это юнсёс, это префацин, да. А как на русском языке? Предисловие. И у меня, в принципе, нет таких проблем, как у других моих земляков, которых практиковался русский язык в семьях. Как это ни странно, это парадокс, когда в гагаусской, пускай и болгарской, в другой семье, там практиковали русский язык. У нас, кстати, проблема словарей. Вот мы живем в гагаузе, вы знаете, словарей фактически нету. Вот как парадокс. Вот дети в школах учатся, им некуда смотреть. Вот он хочет перевести, тем более, что вот эта тенденция последних лет, что все больше и больше урсеют гагаузы. А вот ему задание на гагаузском языке, предложение сделать. А если он не знает? Он спрашивает у мамы, а маме откуда знать, если она толком не знает свой язык? Гагаузделим снельда. Но где наш гагаузский язык? Что это такое? И что вы хотите, если преподаватели уже гагаузского языка, не химии, не биологии и так далее, уже они между собой не говорят на гагаузском языке, о чем мы тогда можем говорить? Это в сознании должен быть какой-то перелом, но я не знаю, когда этот перелом может наступить. И проблема в том, что это парадокс. 30 лет существует в гагаузе, 30 лет. За 30 лет фактически никаких изменений, даже еще хуже падение ситуации с гагаузским языком. Да, его преподают в школах, в лицеях, не знаю, в гимназиях. Да, там и олимпиады проводят. А толку от этого какой? Какой толк? И эти дети между собой, если общаются, общаются на русском языке. Почему не общаются на гагаузском, на родном? И я знаю даже случаи, вот даже отсюда, здесь, конечно, ходит ребенок в школу, ну, это где-то средний класс, кажется, и отметки по родному языку плохие. Тройка, ну, я, видишь, по-старому сказал. Это где пятерка, где шестерка. Ему дома говорят, слушай, ну, как так, ты по-нашему языку это сомнил. И вы знаете, ребенок говорит, а он мне не нравится. До чего же мы дожили, что в семье гагаузов детям не нравится их же язык. Ну, 24-го, честно сказать, был обыкновенный день. Обыкновенный день. Как говорят, проснулся, поел, отправился на рвоту. День приходит как день. И тут стали так, люди, кое-какие знакомые заходить, спрашивают, ой, ты знаешь, что там в Украине, что там начинает твориться, типа там какие-то бомбардировки. Говорю, да ладно, говорю. Ну, не верю я. Кто-то может бомбардировать, кто-то может, снять, и я без понятия. И знаешь, что? Я в тот день, но вечером, думаю, а ну-ка я посмотрю, что делается в мире. Захожу в интернет. Как захожу в интернет, я в шоке. Ужас. Там даже карту, кто-то поставил карту Украины. Вся карта в этих красных точках. Я был шокирован тем, что ладно, там приграничные области. Вот там, где ДНР, ЛНР, та сторона. Я там как-то еще, может, у меня реакция была бы не такая. Но когда я увидел, что ракеты долетели аж до Львова, до Западной Украины, я говорю, что творится? Я говорю, что происходит в этом мире? Что это там, Путин с ума сошел, что ли? Вообще шизофрения полная. Ну, извините, в наши дни, в мирной жизни, все нормально живут. Ты начинай бомбардировать чужую страну. Зачем? Это же сколько, смотрите, эта трагедия длится, по сей день длится эта трагедия. Мы под боком, если тут Измаил ударили, а где гарантия по Балграду не ударят? Где гарантия? Всего 19 километров от нас. А где гарантия, что один из этих ненормальных снарядов, они же, кто знает, с управлением как, не залетит в лу, конечно, в какие-то наши дома, не разбомбит? Тоже вопрос. Никто об этом, наверное, не думал. У нас, в принципе, и так общество было политически разделено до этого и до войны. Это вы сами знаете, я думаю. А эта война показала, что, оказывается, и в этом плане тоже разделено. Люди думающие такие, прогрессивные, они, конечно, поддерживают Украину. Поддерживают Украину, потому что, ну, как можно поддержать агрессора? Как можно поддержать того человека, который бьет другого человека? Вот в реальной жизни, вот мы видим, один мощный громила избивает поменьше человека, и ногами, где пинает, где его и дубинкой носит. И мы, значит, будем хлопать. Браво тому, кто избивает. Да? Я буквально вчера прочитал. Вне пределов Украины уже 8 миллионов жителей Украины. 8 миллионов! Наверное, тут дома летают ракеты. Вон! Полетела. Так глупо было задумано, знаешь, вот эта егида. Деноцификация, демилитаризация, там еще бандеровцев приплели. Какие бандеровцы? Я вам скажу честно, был период, мне пришлось поездить по Украине. Я лично таких нацистов, бандеровцев нигде не встретил. Нигде я их не видел. Да, вот по телевизору показывают те знаменитые кадры, вот это их шествие, не знаю что. Но, извините меня, радикалы есть в разных странах. В разных, в России, знаете, вот почему-то никто не говорит, сколько этих же нацистов, настоящих нацистов в России. Питер полный ими, эти, ну, знаете, называют их по-другому, скинхеды. И вы знаете, это не секрет, что у нас, у большинства, началась паника у людей. Что будет дальше? Люди стали снимать деньги со счетов. Валюта пропала, даже уже трудно было найти, да, евро, там, доллары, там, это самое. Люди стали скупать на всякие пожарные, там, им, ну, чтобы поехать, да, в случае чего поедешь в Европу, там, деньги-то. Куда поехать? А кто куда? У кого-то, допустим, знакомый в Германии, у кого-то там во Франции, в Испании. В Европе, не вы, в России. В Европе, в Европе. А в России, ну, знаю, может, кто-то и в России. Я не знаю, я таких, у меня таких знакомых нет, то есть не попадалось, чтобы, говорю, вот сейчас мы хотим поехать в Россию. Я лично не встречал. Я стал искать, и у меня тоже взяла паника. Знаете, это вот как принцип домино. Вот идет так по нарастающей. Я человек сам по себе спокойный. Но вот эта вот всеобщая паника стала захватывать и меня. И вы видели, как штурмовали люди вот эти магазины наши? Раскупали, все подруги под чистую. Мешками покупали там и рис, и гречку, макароны и так далее. Вы бы видели, там хозяевым магазином не успевали машины из Кишинева привозить товар. А особенно никогда не забуду, почему-то ажиотаж пошел с солью. Соль стали раскупать прямо как. Даже мне, парнишка у меня знакомый, я работаю так в магазине, там, и говорит, так, Дмитриевич, слушай, давай, если нужна тебе соль, не нужна, иди покупай, потому что уже заканчивается. Уже заканчивается. Ну, что делать? Подумал, подумал я. Ну, дома есть у меня немножко, еще я покупал как-то мешок еще раньше. Ну, соль же хватает долго. Думаю, дай-ка я куплю на всякий пожарный. В моем понимании, это бессмысленная война. Очень она ловко дирижирует. Она, знаете, во-первых, она бессовестная, она подкинула вот такие идеи, такие, как бы считались святыми, там, для многих поколений. Это значит, Великую Отечественную войну приплела сюда, Георгиевскую ленту приплела сюда, еще привязала НАТО сюда. Но нашим же людям много не надо, только услышат НАТО, все, уже это конец света. Ну, НАТО, НАТО, это военная организация, там, занимается своими делами, своими военными, все такое, это, причем здесь НАТО. Да, она помогает оружием, это факт, мы не будем, но, с другой стороны, это что значит? Пускай она не помогает, и пускай Россия полностью стерет лица земли Украину. Ведь Украине надо чем-то защищаться. Откуда она возьмет оружие? Это же логически, это элементарно. Откуда Украине взять оружие? Не из той же России, которая с ней воюет, ведь правда? Почему в мозгах наших людей, они никак не могут уловить, что украинцы чего воюют, они защищают Родину? Еще проблема, что у наших людей нет ощущения Родины. Вот, не дай Бог, завтра война. Кто из гагаузов возьмет оружие и будет защищать Молдову? Дай Бог, если из ста процентов 10 будет. Я считаю, что вот как мы живем, кстати, мы живем очень хорошо в плане свободы. Потому что я переписываю с друзьями, даже взять ту же Беларусь, это мраки какие. Мне что пишут друзья из Беларуси, это хоть стой, хоть падай. Мы будем кусать локти себе, если, не дай Бог, у нас будет такая ситуация, как у них сейчас. Если человека только за то, что он ставит лайк на программу, видео, которое не угодно официальной политике, его увольняют с работы, а за подписку и в тюрьму сажают. То что говорить об остальном? Люди отсюда за Россию, за действия России или все-таки больше за поддержку Украины? Тут, понимаете, немножко разное. Конечно, логически ни один человек как бы войну поддерживать не может. Вот вообще в норме. Но если исходя из ситуации, вот как я наблюдаю, большинство поддерживает Россию. Это какой-то парадокс. Какой-то парадокс. Вот это я не могу понять. Да, я понимаю, у многих там родственники. У многих родственники, да, вот эти родственные связи. У кого-то там сын уехал в свое время, дочь уехала, учились там, остались, женились там, семьи создали. Значит, связка родственная, да. Да, потом кто-то сам там учился или работал в России. Да, немало здесь вулканинцев, которые работали в свое время в России. Срабатывает вот жизнь в Советском Союзе. Да, она сильная. Тем более ведь у Путина какая идея у него там была? Типа воссоздание Советского Союза. Но это, говорю, билиберда. Билиберда, потому что, во-первых, времена поменялись. Люди поменялись. Общество поменялось. Уже люди другие. Мир другой. Я не могу понять, неужели этот человек своими мозгами не может понять, что мир другим стал, и ну не будет тебе второго Советского Союза. Никак. Ну а что, будем, и вот так будем создавать мечом, огнем. Что за страна будет такая, которая построена на костях, на крови? Что за Советский Союз такой будет? Мне такого Советского Союза сто лет даром не надо. Построенного на крови. Пропаганга имеет сильную роль. Очень сильную роль. Но тут еще, знаете, что связано? Этот принцип толпы. То есть, мало кто решается думать не так, как остальные. И вот, допустим, вот большинство, вот большинство, вот Путин молодец, правильно делает. Сейчас он этих, ну как, популярное слово Бандера стало, сейчас он их разбомбит, все такое. Но извиняюсь, ребят, у меня свое мышление. Колхозов давно нет, а мышление колхозное осталось. В Гагаузии я как большой колхоз. Это когда кто-то думает за тебя? Да. И когда ты думаешь как другие. Не как ты. Личность. Индивид. Телевизор у нас у некоторых работает как радиоточка, может целый день там. И я вот смотрю, куча каналов, куча каналов, знаменитый вот этот Соловьевский канал, какой он, Россия один, кажется, да? Но я скажу, я больше пяти минут Соловьева не выдерживаю. Вот этого человека прет такая агрессия, я не могу передать словами. И опять, какие они двулики, вот эти вот, которые в России. Значит, ты против Запада, да? Хорошо. Это твое дело личное, ты против Запада. А вопрос другой. Какого рожна ты на этом гнилом Западе свою виллу имеешь? Ты же против Запада. Почему ты не где-нибудь в Мураме или в Рязани, в такую же виллу? Что ты потерял на Западе? А дети этих, первых лиц России, что они потеряли на Западе? Это двуличие. То же самое двуличие и здесь, у нас на юге. Ну, я не могу говорить только про гагаузы. Это подряд и гагаузы, и, кстати, и молдаване, и болгары, все. Все жители, значит, с одной стороны, вы, вот, путин прав, туда-сюда, этот Запад, типа, Европа. Вот сейчас же вот то, что Санду объявила, что подача в Евросоюз. И тут все говорят, вот жители не хотят Евросоюза. А, извините, дорогие, а что вы потеряли в Евросоюзе? Что вы там потеряли? Что вы там? Этот работает в Греции, тот работает в Испании. Если вы против Евросоюза, что вы там потеряли? Ну, почему ездите в РФ? Езжайте в Россию все. Оставьте Европу в покое, если вы против Европы. Езжайте в Россию. Но это и называют двуличием. Больше ничем.